Разговор Путина с военкорами, подвижки фронта на юге Украины Израиль переживает из-за ядерного потенциала Ирана и наследия Сильвии Уберлускуни. С вами Екатерина Воропа и канал «Амъектив». Тут мы читаем за вас ведущие мировые СМИ и пересказываем оттуда аналитику. А еще освещаем войну. Ставьте лайк этому видео, чтобы его увидело больше людей. И поехали. 476-й день российского вторжения. Расскажу новости наступления на юге Украины. За минувшие сутки ВСУ смогли немного передвинуть фронт, но о новых освобожденных селах не сообщается. На фронте между Купинском и Лиманом по-прежнему идут позиционные бои. Из самого заметного здесь ВСУ уже несколько дней пытаются зайти в Кривошеевку, но российская армия атаки отбивает. Не сильно поменялась ситуация и у Бахмута. Украинская армия атакует к северу и югу от города, а российская обороняется. Позавчера армия РФ даже контратаковала и попыталась штурмовать веселое, но ВСУ отбили эту попытку. Украинская армия продолжает наносить ракетные удары по глубоким талам противника. Так вчера, предположительно, ракеты Storm Shadow снова атаковали промзону Луганска. Каковы были последствия этой атаки, информации нет. Продолжается украинское наступление в сторону Азовского побережья. Правда, за последние два дня ВСУ не сообщали об освобождении новых населенных пунктов. Украинская армия по-прежнему атакует позиции противника сразу по двум направлениям. От Орехова в сторону Мелитополя и от Великой Новоселки в сторону Бердянска. У Великой Новоселки ВСУ ведут бои у Старомайорского и Урожайного. Здесь особенно заметно, что они делают упорно ночные бои. На их технике стоят современные тепловизоры, которые позволяют точнее поражать противника в темноте. Также можно сказать, что ВСУ особенно активно атакуют вдоль восточного берега реки Мокрые Елы и прорываются даже к Старомлыновке. Но их противник отбивается и даже наносит контрудары. Украинская армия также пытается взять Ровнополь и Марфополь. Украинский генштаб заявляет, что за сутки ВСУ продвинулись на этом направлении на 500 метров, а местами и на километр. Атакуют ВСУ и под Ореховым. Они пытаются выбить противника из Работина, Пятихаток и Лугового, но пока без успехов. В сети есть видео, как украинские солдаты тащат на ремонт с поля боя, подорванные на минах леопарды, и берут в плен российских солдат. Сейчас в зоне наступательной операции идут дожди, что наверняка сказывается на боях. Ведь в дождь, как правило, не летают беспилотники и авиация. Да и тяжелая техника, они сильно быстро проходят проселочные дороги. Больших магистралей тут попросту нет. По прогнозам, погода должна улучшиться сегодня-завтра. Российские блогеры сообщили, что еще 12 июня погиб генерал-майор, начальник штаба 35-й российской армии Сергей Горячев. Аналитик Том Купер предполагает, что это случилось, скорее всего, на юге. И вряд ли генерал погиб прямо на поле боя. Тут, скорее всего, как это уже было не раз, украинская разведка смогла найти штаб армии или командный пункт и ударить по нему артиллерией. Вполне возможно, что погибнуть или получить ранение могли и другие высокопоставленные офицеры, которые были на командном пункте вместе с генерал-майором. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, не перематывайте. Вернемся через пару минут с новостями войны и аналитикой из мировых СМИ. На платформе Авито Работа в марте этого года прошел опрос. Участвовали 10 тысяч россиян. Выяснилось, что 72% из них мечтают о работе в IT-сфере. При этом количество IT-вакансий на этой же платформе за год выросло почти вдвое, а средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 12%. На одних мечтах далеко не уедешь. Пока одни мечтают о работе в IT, другие получают образование, заканчивают курсы, устраиваются на работу. Также можете и вы. Например, у Geekbrains есть образовательная программа «Разработчик». Эту программу мы рекомендуем не впервые, а и вот почему. С ее помощью вы сможете примерить на себя сразу несколько IT-профессий. Тестировщик, программист, аналитик, продакт и проджект-менеджер. А затем будете обучаться той профессии, к которой у вас душа легла. Не понравится? Сможете в ходе обучения передумать и выбрать другую специальность. Обучение длится 12 месяцев, за которые вы с нуля станете настоящим профессионалом в выбранной вами области. Неважно, где вы находитесь, все занятия проходят онлайн и займут у вас около 10 часов в неделю. Их можно легко совмещать с работой и личными делами, подстраивать под свой образ жизни. Специалисты из топовых компаний будут обучать вас тому, что действительно пригодится потом в работе. К тому же, во время обучения вы пройдете стажировку в компании-партнере и будете решать реальные рабочие задачи. В итоге у вас будет портфолио из готовых проектов. Geekbrains гарантирует вам трудоустройство после завершения обучения. Это условие прописано в договоре. А если не найдете работу, вам вернут деньги. Хотя многие студенты трудоустраиваются еще во время учебы и окупают ее еще до завершения. Сейчас у Geekbrains действует скидка 70%, а первый платеж вы сможете внести спустя месяц обучения. Так что переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь этим QR-кодом и превратите свою мечту в реальность. Вчера ночью российские ракеты атаковали Кривой Рог, пострадали транспортные предприятия, склад и жилой пятиэтажный дом. Поисковые работы по спасению жителей идут до сих пор. По данным, на момент записи выпуска всего в городе погибли 11 человек, а пострадали 36. 12 из них находятся в больницах города. Сегодня в городе объявлен день траура. Также по сообщениям Минэнергетики Украины, из-за обстрелов в городе повреждена ТЭЦ. Без света остались несколько тысяч местных жителей. Всего по подсчетам местных властей за 16 месяцев ракетных обстрелов в городе повреждены 70 жилых домов, три школы, здания университета и ПТУ. По словам украинского аналитика Николая Белескова, наступление будет идти долго. Сейчас в СУ надо прорвать первую, потом вторую, ну а затем и третью линию российской обороны на юге. И в промежутках между этими операциями украинская армия будет перегруппироваться, менять направление главного удара. Эксперт сказал, что российская армия не сможет перебросить на юг большие силы с Донбасса. У самой России при этом, по его словам, слабо защищены приграничные территории. Белесков считает, что базовый сценарий – это возвращение значительной территории, освобождение людей, поддержка уровня внимания к Украине, демонстрация успеха и обрушение мифов о России и ее армии. Например, что российскую армию на юге спасут мощные укрепления. Западные издания продолжают считать потерянную ВСУ технику. Так, CNN сообщили о 16 потерянных боевых машинах пехоты Брэдли. А это около 15% всех таких машин, которые Украина получила от США. Кстати, Белый дом вчера же объявил о новом пакете помощи для Украины. И там были новые 15 Брэдли и 10 броневиков Страйкер. Броневиками и транспортом в Украине помогут и другие страны. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем и Анжием Дудой. Пообещал, что в ближайшие недели эти страны выделят новую военную помощь – боеприпасы, оружие и боевые машины. А вот американский военный эксперт Александр Оливер в комментарии американскому военному изданию «Драйв» сказал, что, судя по видео с фронта, украинские солдаты действуют слаженно и теряют машины, потому что выполняют сложный и опасный маневр. Прорыв, да еще и без прикрытия авиации. Поэтому неудивительно, что Брэдли разрывались на минах и от управляемых противотанковых ракет. Кстати, на некоторых видео видно, как украинские экипажи идут в прорыв, прикрываясь дымовой завесой. Это, возможно, первый такой зафиксированный случай на этой войне. Он прямо указывает на то, что в ВСУ готовили западные инструкторы. В постсоветских армиях такая практика встречается крайне редко. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о ходе наступления начальнику Объединенного комитета штабов армии США генералу Марку Милле. Военные обговорили приоритет будущих поставок в рамках формата «Рамштай». Залужный рассказал, что прямо сейчас ВСУ нуждаются в системах ПВО, артиллерии и средствах контрбатарейной борьбы. Позавчера еще и госсекретарь США Антони Блинкин заявил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальную поддержку Украине, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам. А еще будет делать это и в будущем, чтобы Украина смогла отразить повторную агрессию. Вчера на встрече с военкорами он уверенно заявил, что Украина сама скоро выйдет на мирные переговоры, как только Запад перестанет давать ей вооружение. То есть ключ к завершению войны — это остановить поставки вооружения Киеву. Он быстро прошелся по украинскому наступлению и рассказал военкорам, что у Украины успехов нет. Она потеряла 25-30% полученной на Западе техники и теряет в 10 раз больше солдат, чем Россия. Да и вообще, заявил Путин, цели вот этой СВО не поменялись. «Специальная военная операция уже идет довольно долго. Меняется обстановка, меняется положение, меняются, наверное, и цели, и задачи специальной военной операции. Вот скажите, как они изменились, изменились ли?» «Нет, ну они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. И они для нас носят фундаментальный характер». И тут можно только догадаться, что речь идет о той самой деноцификации и демилитаризации. Но Z-Telegram именно так и расценил путинские заявления. Также он добавил, что для похода на Киев нужна еще одна мобилизация. Но вот пока необходимости в этом нет. Путин снова напомнил о вероломстве НАТО и пожаловался, что он пытался туда вступить, но Россию не приняли. Также излил все свои обиды на Украину и удивился, как это неонацистский режим возглавляет евреи по происхождению. Путин говорил, что в Украине аж дважды был государственный переворот. В 2004 и в 2014. А еще, вы удивитесь, но Путин заявил, что нужно уважать существование Украины. Но, по его словам, она не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях. Ну, если не выстраиваются нормальные отношения. Правда, Путин не уточнил, какие исторические украинские территории он считает исторически российскими. Какая-то Украина, но она какая бы ни была, она есть. Надо относиться к этому с уважением. Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающие на этих территориях, считают, что они хотят жить в отдельном, независимом государстве. Надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить? Безусловно. И на наших исторических территориях. От этих заявлений пригорело у многих зэдпатриотов. Например, у Стрелкова Гиркина. Раз с уважением к независимой Украине, то на кой ляд вообще начали спецоперацию? Что за бред? Возмущался он в своем телеграмме. Стрелков вообще особо язвительно прошелся почти по каждому тезису Путина. Раскритиковал он и веру Путина в то, что Запад прекратит давать Украине оружие. Ну и съязвил, что про невообразимые украинские потери в наступлении Путину, видимо, докладывает Коношенков. Поговорил Путин с военкорами и о делах в армии. Признал, что не хватает высокоточных вооружений, средств связей и беспилотников. Но, мол, этого всего не хватает по количеству. А вот качественная и высокоточка, и связь, и дроны все же есть. Да и вообще воевать есть и будет чем. По словам Путина, производство основных вооружений выросло в 2,7 раза. Также он выразил надежду, что война задвинет куда подальше паркетных генералов. И выведет из тени более эффективных. Военкоры рассказали Путину, что многие военные давно служат без отпусков. А мобилизованных давно не выводили на ротацию в тыл для отдыха. На что глава государства ведьевато ответил. Мол, ротация мобилизованных будет зависеть от ситуации на фронте. Ведь вообще-то законом не предусмотрены сроки ротации мобилизованных. Жены, матери, родные интересуются, насколько они ушли. До победы, когда будет победа, у нас трудный путь впереди. Но, в общем-то, как вы считаете, не придет ли пора, когда их надо ротировать, поменять? Я, знаете, сейчас оттолкнусь просто от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков. И исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идет сама специальная военная операция. Напомню, что в начале июня жены и матери псковских мобилизованных создали петицию с требованием вернуть их близких домой. Ведь их мужья и сыновья на войне уже 9 месяцев без отпусков. На этой встрече Путин впервые публично подтвердил, что на войну отправляют и заключенных. Но и даже признал, что он лично подписывает им указы о помиловании. А если вдруг эти люди вновь совершат преступления, то будут отвечать по закону. Но, по его словам, уровень рецидивов минимален. Впервые Путин прокомментировал и публичные дрязги Пригожина с Министерством обороны. Правда, только тот случай, когда лидер вагнеровцев отказался заключать контракт между своей ЧВК и Министерством обороны. Путин очень деликатно сказал, что все должно быть в соответствии с законом и здравым смыслом, и бойцы добровольческих объединений должны заключать контракт с военным ведомством. Ответил Путин и на вопрос об ударах и атаках на территорию России. Он сказал, что если все будет продолжаться, оказывается, он в этом сомневается, то, цитата, мы вынуждены будем рассмотреть вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны, на таком удалении, чтобы нельзя было доставать нашу территорию. Ну и рассказал, что сейчас границу с Украиной будут усиливать, и нужно расширять деятельность спецслужб. Правда, вводить военное положение на территории России пока не нужно, а в качестве ответа за нападение Москва может применить в Украине снаряды с обедненным ураном. В Германии на этой и следующей неделе проходят крупнейшие после холодной войны воздушные учения НАТО. 25 стран-участниц отправили туда более 200 военных самолетов. Эти учения планировали еще с 2018 года, а после вторжения России в Украину они стали еще актуальнее. Пашнутон пост рассказывает, как начались учения и что НАТО хочет этим сказать России. В понедельник военные самолеты пролетели из Германии до Литвы. Такие же полеты будут и до Польши, Румынии и Чехии. Их специально устраивают, чтобы показать скорость реакции ВВС. После начала войны НАТО перешло к новой стратегии – не обещать прийти на помощь, если на участницу альянса нападут, а предотвращать агрессию, чтобы никому не хотелось попробовать. Чтобы не допустить оккупирования суверенных территорий, страны НАТО размещают больше войск и техники на границе с Россией, увеличивают расходы на оборону и разрабатывают совместный военный план. Эксперт по военной авиации Дуглас Барри как раз высказался насчет совместной работы. Он отметил, что такие учения помогут проверить, получится ли у ВВС из разных стран работать сообща. Пока это остается проблемой. Но, как рассказал глава немецких ВВС Инга Герхардс, совсем недавно был позитивный пример координации между командующими Германией и НАТО. За неделю военные самолеты НАТО 15 раз поднимались в воздух, чтобы разворачивать российские самолеты, которые залетали в воздушное пространство стран Балтии. Это, по словам Минобороны Литвы, могло быть реакцией Москвы на учения в Германии. Авиация после окончания холодной войны была слабым местом НАТО, считают журналисты. Однако, российское вторжение в Украину и смена военной доктрины Альянса изменила подход. США все-таки разрешили украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16, а другие страны согласились поставлять их Украине. Не только для текущего конфликта, но и для сдерживания России в будущем. В общем, сейчас почти две недели страны НАТО будут отрабатывать совместные действия в воздухе. А один из главных посылов учений – показать, в том числе Путину, что Альянс может быстро и эффективно ответить на любой акт агрессии. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху недавно провел заседание своего кабинета в бункере. На севере Израиля готовят бомбоубежище, а военные тестируют новую лазерную ПВО. Причиной всей этой активности стал Иран и возможность войны с ним. О том, почему Израиль начал готовиться к войне, пишет Бумберг. Иран постепенно выходит из дипломатической изоляции. Правительство страны фактически заключило военный альянс России. Недавно Иран восстановил дипломатические отношения с Саудовской Аравией, хотя раньше эти страны враждовали и поддерживали разные стороны в местных войнах. Например, в Сирии и Гемене. Одновременно с этим Иран обогащает больше урана. Хоть, естественно, и отрицает, что готовится строить ядерную бомбу. Для Израиля Иран с ядерными ракетами – это экзистенциальная угроза. И сейчас израильские политики и дипломаты практически каждый день говорят, что в случае чего готовы воевать и ничего не бояться. Но, по мнению Бумберга, есть и вторая причина, по которой Израиль занял воинственную позицию. И это внутренние разборки в стране. Пример Нетаньяху сейчас не в лучшем положении. Его попытка провести судебную реформу привела к митингам и политическому кризису. А когда в стране тебя не любят, лучшее решение – это указать на общего врага. Это, кстати, реально помогает Нетаньяху. Все политические силы в Израиле, и правительственные, и оппозиционные, по Ирану занимают одну и ту же позицию. У Израиля уже есть опыт борьбы с ядерной угрозой. В 1981-м израильские самолеты разбомбили ядерный реактор в Ираке с Адамом Хусейном. В 2007-м году авиаудар нанесли по реактору в Сирии. Нетаньяху дважды был близок к тому, чтобы уничтожить и иранские реакторы. Но в 2010-м году его отговорили собственные министры, а в 12-м – американцы. Сейчас кабинет министров у Нетаньяху менее миролюбивый. Проблема Израиля в том, что против Ирана воевать он будет один. Главный союзник страны, США открыто заявляют, что в бомбежках участвовать не будут и что нужно дальше заниматься дипломатией. В частных разговорах израильские чиновники говорят, что не уверены в успехе в случае войны. К тому же прямо рядом с Израилем расположен Ливан, где у союзника Ирана группировки Хизбала на складах лежит 100 тысяч ракет. У Израиля есть план, как обезопасить себя дипломатически – это подружиться с Саудовской Аравией. И Израиль – саудиты, союзники США, но между собой дипломатических отношений у них нет. Если Израиль договорится с Саудовской Аравией, то Ирану должно расхотеться нападать на Израиль. Саудовская Аравия в теории дружит с Израилем готова, но с условием. От Америки саудиты хотят оборонный альянс, доступ к самому новому оружию и помощь с разработкой урановых месторождений. Ну а от Израиля они хотят полную независимость для палестинского государства. Нетаньяху на такие шаги идти не готов, поэтому пока что Израиль продолжает готовиться к войне. Позавчера умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Наверное, самый запоминающийся итальянский политик последних десятилетий. Вашингтон-Пост в двух статьях пишет о том, как Берлускони повлиял на Италию и другие страны, а также о его теплой дружбе с Путиным. Имя Берлускони не исчезало из газеты телевидения целых 50 лет. Сначала он прославился как медиамагнат и владелец футбольного клуба Милан, а затем четырежды становился премьер-министром. Берлускони был правым популистом. Его стиль правления затем копировал, например, президент США Дональд Трамп. Берлускони представлял себя как настоящий глаз народа, который боролся с оторванными от реальности элитами, хотя сам он был миллиардером. Избирателем Берлускони казался кем-то новым, кем-то, кто мог реально что-то изменить. Теперь часть итальянцев думает, что хоть он и двигался в правильном направлении, но мог добиться большего. А другая часть считает его главным источником коррупции в Италии, разбираться с которой надо будет еще долгие годы. Берлускони регулярно нарушал демократические нормы и за это получал уголовных дел больше, чем любой другой политик в мире. Но в судах бывший премьер тянул время, а в подконтрольных ему СМИ шли активные кампании за Берлускони. Когда в 2013 году Берлускони все-таки осудили за уклонение от налогов, то под него поменяли закон и в тюрьму он все-таки не попал. Берлускони стал примером для авторитарных западных политиков, которые пытаются сломать демократические системы в своих странах. Правда, политики вроде Трампа могут представлять реальную угрозу для страны. А Берлускони был в этом плане не так опасен. Его интересовало больше лишь собственное обогащение. Ну а нам с вами Берлускони запомнился его близкой и искренней дружбой с Путиным. Конечно, дружба была не бескорыстная. Некоторые считают, что Берлускони с Путиным, два миллиардера, один открытый, второй считающийся таковым, заключали нелегальные бизнес-сделки друг с другом. Торговля между Италией и Россией при Берлускони росла, особенно в энергетике. Но журналисты делают вывод, что Берлускони и Путин искренне наслаждались компанией друг друга. Они вместе отдыхали в Сардинии, катались на лыжах и фотографировались в огромных ушанках. Путин защищал Берлускони, когда тот в 2011 году из-за скандалов ушел с поста премьера. Российский президент даже утверждал, что если бы Берлускони был ГИЭМ, никто бы ни в какой суд на него не подавал. Потом Берлускони приезжал вместе с Путиным в оккупированный Крым, да и после вторжения российской армии в Украину в прошлом году Берлускони хвастался, что продолжает общаться с Путиным и что тот присылает ему подарок на день рождения – 20 бутылок водки и письмо. В письме Путин назвал Берлускони номером один среди пяти лучших друзей. Кто остальные четверо, вы можете написать в комментариях. Со 2 июня в Кыргызстане запустили систему распознавания лиц. Все как в Москве. Теперь по камерам видеонаблюдения там отслеживают людей, которых в странах СНГ объявили международный розыск. Российские силовики уже передали Кыргызстану данные о более чем 85 тысячах разыскиваемых. За 10 дней работы система нашла уже 57 человек. Их всех поставили на учет. Четверых, в том числе граждан России и Узбекистана, уже задержали. Путин вчера подписал много новых законов, в том числе об изъятии загранпаспортов и призывников. Теперь они должны сдавать загранники на хранение в МВД или МФЦ в течение пяти дней после решения комиссии о призыве. Кто не сдаст, тому загран просто признают недействительным. Заметьте, что сдавать загран нужно после решения комиссии о призыве, а не после получения повестки. Так что продолжаем избегать военкомата любым способом. Тут ничего не поменялось. Закон, по идее, должен вступить в силу спустя только 180 дней. Так что на конец весеннего и почти весь осенний призыв он распространяться не должен. Хотя, как это все сработает на практике, одному богу известно. Еще Путин вчера подписал закон, по которому быть сотрудником МВД при совершении преступлений не отягощающее обстоятельство. Об этих новых законах мы рассказывали еще когда их окончательно приняла Дума. Так что следите за выпусками и подписывайтесь. Новости здесь могут быть вам крайне полезны. Иностранная валюта крепчает. Евро подорожал примерно на 1,5 рубля. Курс превысил 90 рублей впервые с 28 апреля. Одна из главных причин – нефть. Она менее чем за неделю подешевела почти на 5 долларов за баррель. Доллар тоже не отстает. Курс американской валюты превысил 84 рубля впервые с 4 апреля. То есть он подорожал почти на 1,4 рубля. Аналитики из Альфа-банка отмечают, что к концу лета доллар может подорожать до 90 рублей. Проблема в России не только с падением рубля, но и со снятием валюты. Организаторы Петербургского экономического форума, который начинается уже сегодня, посоветовали иностранным участникам взять с собой в Россию доллары и евро в наличке. Ее можно обменять на рубли. А вот снять деньги с иностранных карт, виза или мастер-карт не получится. Санкции же. А на этом у меня на сегодня все. И до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok